В первые дни нерабочей недели почти 3000 севастопольцев, живущих в районе Камышового шоссе, остались без света. Люди лишились возможности работать удаленно, а также готовить, стирать или просто смотреть телевизор. 31 марта при реконструкции объездной строительная техника общества с ограниченной ответственностью «Энергоучёт» повредила две кабельных линии. Тогда, кроме жителей района, без света остался местный хладокомбинат. На следующий день ситуация повторилась. Немного ниже по Камышовому шоссе та же компания снова порвала кабельный вывод, когда техника рыла траншею. С 9 утра и почти до 18.00 были обесточены дома сотен жителей района и крупная котельная. Во всех случаях компания «Энергоучёт» не согласовывала с нами проектную документацию, как это требует законодательство, не получала письменное решение на выполнение указанных работ и не вызывала к месту работ нашего представителя. Сама компания объясняет свои действия только тем, что им необходимо в установленные сроки выполнить эти работы. При нашем призыве их выполнять эти работы в соответствии с действующим законодательством, это не наша прихоть, они говорят, что тогда они не успеют в сроки. Это не первый случай в этом году. Кабельные линии «Севастополь Энерго» регулярно повреждали строители. По словам Сергея Иваненко, с начала этого года компании «Энергоучёт», «Дорожник», «Горстройпроект», «Билдинг Технологис» и другие 32 раза повреждали кабели электроэнергии. За три первых месяца 2019 года таких случаев было втрое меньше. В результате аварийных отключений более 23,5 тысяч севастопольцев остались без света, а также 57 объектов жизнеобеспечения, из которых 4 – медицинские учреждения. Ущерб, нанесённый компанией «Севастополь Энерго» за весь прошлый год, составил 4,5 миллиона рублей. Тогда как за три месяца 2020 года эта сумма уже составляет 2 миллиона. «Мы видим решение этой проблемы в ужесточении мер, то есть повышении на уровне города административной ответственности за данное нарушение». Сотрудники «Севастополь Энерго» предупреждают. Строительная техника подрядных организаций без согласования с энергетиками в первую очередь угрожает здоровью и жизни людей, приводит к отключению социально значимых объектов. Более того, от частых повреждений страдает состояние кабеля, что в дальнейшем сказывается на надёжности подачи электроэнергии.